Здравствуйте, моя комиссия. Я рада представить вашему вниманию результатную дипломную работу. Это журнал-путеводитель по арт-центру имени Марка Ротко в Гаунсовске. Марк Ротко – великий экспрессионист, самая, наверное, самая значимая фигура в истории. В своем творчестве он проделал очень долгий путь, и в его творчестве нашли несколько направлений в искусстве, как техника ташизма, фигуральная живопись, но больше всего он известен как великий экспрессионист. Он отказывался объяснить свои мультиполя, которые вы видите сейчас на слайде, и говорил о том, что суть искусства – это само искусство. «Вещественное проявление мироощущения художника», – утверждал Ротко, которому одним из шоков цветов удавалось удивить зрителя и потрясение, и надежду на чаще всего страх, боль и одиночество. Марка Ротко называет американским художником, потому что именно там произошло его становление. В начале 50-х годов XX века он превратил Нью-Йорк в место священодействия. Священодействие именно так он называл свою живопись, потому что он очень особенно относился именно к самому процессу творения. Но мало кто знает, что на самом деле Марк Ротко родом из небольшого уездного городка Жбинска, Российской империи, Витебской губернии. Небольшой уездный городок с провинциальной одноэтажной жизнью. Именно так прошло детство Марка Ротко. Он проводил время в деревне на гермах, в Музырских первах, где очень часто видят сочетание зеленых домиков, красных крыш, зеленой зелени. И очень часто потом в его творчестве встречаются мотивы винных и зеленых цветов. Ян Прокон, журналист, который объехал в Черпи-Балтику, чтобы составить наиболее полную биографию Марка Ротко, утверждает, что в его полотнах очень глубокий отпечаток детства. И зеленый цвет в его полотнах – это цвет деревьев, красный цвет – цвет закатов, коричневый цвет – цвет ветвей и деревьев. Картина детства, несомненно, отложила отпечаток на его творчестве. В 1910 году его судьба очень резко меняется. Его родители, пытаясь убежать от первых предпосылок к революции, забирают маленького Маркуса в Америку. Он провел 10 дней в кольте и ехал по земле, у которой нет, казалось бы, ни центра ни границ. Изнурящее, незабываемое путешествие после вспоминального. Путешествие, которое, ему казалось, не будет никогда конца. И длится эти 40 лет спустя, Марк Ротко не смог простить своим родителям то, что они его, как он говорит, трансплантировали на новую землю. То, что они его выдернули. Он в Америке до конца своих дней чувствовал себя третьим, как он сам говорит. Многие его современники вспоминают, что единственным его желанием, вот таким из самых сокровенных, было осуществить свою личную выставку в Даутберсе. Внутри жизни художника это так и не было осуществлено. Но в 2013 году, 24 апреля, он все-таки вернулся в свой город, вернулся в своих картинах. Он вернулся в созданный силами энтузиастов арт-центр, вот этот арт-центр имени Марка Ротко в Даутберсе. Он находится в историческом здании, в очень-очень красивом, в крепости времен построек Ивана Грозного. Здание очень большое, 2000 квадратных метров. Этот арт-центр единственное место в Европе, где существует несменная экспозиция Марка Ротко. То есть она никуда и никогда не уезжает. Арт-центр создавался при поддержке детей Марка Ротко. Вся экспозиция очень тщательно ими просматривалась и одобрялась. Это он, это функциональный центр не только искусства, но и культура, образование. Можно сказать, что арт-центр, открывший совсем недавно, стал настоящим центром искусства во всей Европе. Ну и темой моей дипломной работы стала разработка журнала-путеводителя по докупинскому арт-центру имени Ротко. Перед мной стояла цель создать такое здание, в котором была бы не только функциональная информация о составе центра, то есть для туристов, но чтобы там рассказывалось о судьбе художника. И плюс, чтобы издание было визуально очень эффектно, потому что я бы рассчитывала распространять как сувенирную продукцию в этом же арт-центре. Так, ну теперь о концепции издания. В основном концепции положены идеи смены картин, подобно тому, как менялись виды в окне поезда, у которого сидел маленький мальчик Маркус Роткович в своем путешествии в неизведанную страну-небоскрёво. На страницах журнала мимо мелькает жизнь художников, в черно-белых фотографиях Пинска, семьи Марка Ротко, в фотографиях крепости. Также основную роль в концепции сыграли картины Марка Ротко. Журнал разделен на несколько разделов. Разделы визуально оформлены вот такими вот большими разворотами его картины. В правом, в левом нижнем углу находятся плашки. Они выполнены из фрагментов этих картин. Над плашками находится название статей. Над названиями номера страниц. Таким образом эти плашки выполняют не только визуальную функцию, но и функциональную. Проще найти статью, которая заинтересовала. Чтобы вызвать у читателей эмоции и кроме того влечь в какой-то диалог с самим художником, на каждом развороте помещена цитата Ротко об искусстве. Он написал 4 тома об искусстве. Собственно, оттуда я и брала цитаты. Цитаты выполнены как в виде врезки в изображении, так и в виде врезки в текст. И подчеркнуты вот такими плашками, которые тоже взяты из фрагментов его картин. Так, я использовала для оформления своего журнала два шрифта. Фрагматик вальц. И для выделения глав я использовала OPMU. Так, обложки. Идеи обложек зависят от периодичности и темы выпускного журнала. По моей задумке, каждые два месяца будет выходить новый журнал. В нем будет сохраняться неизменный блок статей именно о варт-центре. Но и также журнал будет посвящен какому-либо художнику, который на данный момент организовывает свою выставку в варт-центре. Вот здесь я представила два варианта обложки, которые посвящены латышским художникам современным. Ну, то есть это выпуск на следующие два месяца, ну и последующие два месяца. Так, особой находкой, ну эффектным таким элементом является то, что инфографика выполнена также из фрагментов картин. Так же я сделала схему. Эта схема жизни Марка Ротко называется «Жизнь и цвет». Сделала я ее, проанализировав изменение его выбора цвета в течение жизни. Но можно увидеть здесь, как он печально захочет свою жизнь и черного полотна последнего. Таким образом, на всех страницах моего журнала, везде, находятся полотна и элементы полотен Марка Ротко. Это позволяет как можно глубже оконуть своему творчеству, глубже познакомиться с ним не только как с художником, но и как с человеком. Это все. Есть ли какие-то вопросы у гражданной комиссии? Периодически? Периодически. То есть как? Каждые два месяца в конце журнала будет располагаться афиша самых значимых мероприятий «Даунтас» и «Латвия», и она будет на два месяца. То есть периодически и два месяца. Вы сказали, там будет какой-то неизменный блог, который вы уже читали на везде? Да, неизменный блог. Там есть такое раздел об арт-центре. Там находятся статьи о самом здании, потому что здание историческое, но очень-очень древнее, поэтому о нем очень много информации. Потом история проекта. Ну, биография Марка Ротко, конечно, тоже будет неизменна. Ну и остальные разделы будут из у нас. У вас, видимо, вообще задевает живость, да? Меня задевает. Ну, наверное, последний этап, да? Когда вот живостью давно полетел. Ну, да. Это не последний. Это его классический период. Он начинается где-то в середине 50-х годов. Вот. Когда он это именно изобрел. Вот. Начинать с этого периода, да. До этого они его называют немного последственным, но я бы тоже так не сказала. Вот. Вообще я сам по себе человек очень гениальный. И когда я начинала делать диплом, ну, я немножко не до конца понимала суть его искусства. Ну, то есть мне нравилось графическое решение его работы. Ну, когда я узнала, какой он именно человек и почему именно он так писал, вот, ну, намного больше произвели впечатление. Ну, вот здесь пишет, что никто никогда не поймет всей сути его искусства. А вы помните? Ну, я думаю, он на меня не обиделся бы. Ну, вообще просто человек был такой замкнутый. Ну, я говорю, он чувствовал себя в жизни чужим. Он говорил, что я рисую на полотнах не себя, а отсутствие себя. Вот. Потому что он хотел показать, что он отсутствует вообще в жизни. Он отсутствует в своих картинах, он отсутствует в жизни, он чувствует себя лишним. Вот. Ну, такой очень одинокий человек. Идею вылета фотографий с одного разворота на следующий, основанного на мировое восприятие художника, можно считать интересным и полностью соответствующим предназначению журнала-путеводителя. Не только донести информацию до посетителей, но и позволить его выгрузиться в мир художника. Кроме того, в журнале создано ощущение непрерывной динамики движения, темпоитом журнала придают чтению приятную размеренность. Особенно хочется отметить интересные удобные сценарии макета, основанные на нескольких факторах. Стремление как можно лучше познакомить читателей с творчеством Ротко, а также сделать журнал функциональным и удобно читаемым. С этой целью дипломница разработала визуальный принцип разделения журнала на разделы страниц, совпрещенные инфографики и эффектную схему жизни художников его континентов. Верстское издание выполнено качественно, на хорошем профессиональном уровне. Оформление всех материалов в объяснительной написке соответствует требованиям предъявляемых дипломных проектов. Созданная Арина Атанюк в рамках дипломного проекта журнал «Удиводитель» можно признать выполненным на высоком профессиональном уровне. Диплом заслуживает высокой оценки, а также производение квалификации дизайнера графики. Спасибо. Спасибо. Какие случаи? Спасибо. 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 Ну вот, Дмитрий Рашидовна здесь уже ответила такую скромность, присущую нашим духовокам. Вот Арина в данном случае не исключение, потому что она как-то опустила тот момент, что проект, в общем-то, является реальным. И рецензия в данном случае была выдана именно арт-центром имени Марка Ротко в Галбург-Пилсе. И, собственно говоря, Арина, как и ее сестра Юля, которую мы сейчас вот увидим после Арины, родом именно из этого города. То есть тема выбрана не только потому, что это действительно интересный яркий художник, и действительно девочка очень стянулась в его жизни, в его судьбу в процессе работы, но и потому, что для них это сохранение культурного наследия своего родного города. И вот мне это очень импонирует. У нас в этом году довольно много дипломов, действительно, связанных с темой культурного наследия. Мне кажется, что это такая очень важная тенденция, да? Потому что очень много сейчас говорится о том, что вот молодежь, ей не интересно, она не хочет ничего знать про то, что было, вот они хотят знать то, что впереди. На самом деле, действительно, в предыдущие дни, и сейчас вот мы видим то, что дети интересуются, молодые люди, дипломники, интересуются самыми разными аспектами культурного наследия. Но важно, что они стремятся действительно его узнать, сохранить, и, девчонки, вы молодцы, да? Спасибо, коллеги, меня очень нравится. Коллеги, я делаю то, как вы прочувствовали, да?